Курортный сезон уже стартовал, а работы по отсыпке пляжей центральной набережной еще идут. Лишь три секции из всех на данный момент доведены до норматива, установленного в Краснодарском крае. Главу города такое положение дел не устроило. Я же сказал, пляжи центрального района привести в порядок от морвокзала до Хостинского района. Вот для этого выделены были средства. Санрэма, Пушкина, там все сложились и возите дальше. На планерке я поставил задачи, спросил у вас, у вашего коллеги, когда вы сделаете. Было сказано, 19-го сделаем. Пошли посмотрели, ноль. Надо засыпать, а кто-то ровнять начал. Я смотрел там. Вот этого делать не надо, это называется фикция. Первый же небольшой шторм и пляжей не будет. Требования мэра до конца недели пляжи центральной набережной должны быть как с картинки. Кстати, последний раз грунт сюда завозили 10 лет назад. И если подрядчики выполнят все в соответствии с рекомендациями экологов, нынешней отсыпки, по мнению специалистов, должно хватить на 5 лет. На каждый пляжный пролет отсыпается порядка 2000 кубов галечного материала. Примерно такого количества хватает для того, чтобы длина пляжа достигла 50 метров. На центральную набережную будет зависено порядка 700 камазов 10-ти кубовых. Сразу же по завершению отсыпки начинаются работы по благоустройству, которые в течение двух дней также будут завершены. Еще один вопрос, который остро стоит на повестке дня – вывоз мусора. До сих пор на курорте есть магазины, гостевые дома, частные отели, которые заключили договоры с сомнительными, по мнению администрации города, компаниями. По данным мониторинга экологических комиссий, они довозят до мусоросортировочного комбината лишь часть отходов, уменьшая в договоре объем мусора. Остальное или бросают в лесу, или раскидывают по контейнерам саха. А ведь расходы на доставку, на мусоросортировочный комбинат такого неучтенного мусора ложатся в итоге на плечи муниципалитета. Деньги лежат в мусоре. Из-за разгильдяйства вашего, из-за разгильдяйства некоторых начальников управления эти предприятия, нарушители, то подтвердить, что они нарушители, должны были вот этими вот вашими фотофиксацией. Кто за вас это будет делать? В генеральной схеме утилизации бытовых отходов написано четко и ясно, что мусор должен пройти сортировку. Если этого не делается, значит эти учреждения нарушают. Кто делал эти предписания? Кто обратился и сказал, вот письмом написали, что такое-то предприятие, которое занимается перевозкой, оно нарушает схему утилизации, а это нарушение закона. Поручение привести договоры с населением и предприятиями курорта по вывозу мусора в соответствии с законом до конца июня. И, кстати, с 1 июля перевозкой мусора могут заниматься только лицензированные предприятия. От темы экологии перешли к культурной жизни курорта. Глава города поинтересовался реализацией проекта «Город. Праздник каждый день». В его рамках на этой неделе в городе пройдет сразу несколько крупных мероприятий. Одно из них вообще впервые в России. 27 июня в рамках цирковой премии «Мастер» сочинцев и гостей курорта ждет самый большой парад «Алле». Красочное шествие Кавалькада с участием ростовых кукол, клоунов, жонглеров, цирковых оркестров пройдет по центральной набережной от Южного Мола к Сочинскому цирку. В этот же день в Олимпийском парке во дворце спорта «Айсберг» стартует открытый международный турнир по танцевальному спорту «Виват Россия-2015». Запланированы и другие мероприятия. Город начинает жить в рамках высокого курортного сезона. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».